Приветствую вас, Екатерина. В первую очередь я увидел здесь вашей ситуации, проблему с Мацинкой. То есть это проблема того, что вы себя обесцениваете. Проблема того, что вы не мыслите себя без любимого. Но слишком цена от него зависит, возможно. Вторая трудность заключается в том, что в некоторой степени вы воспринимаете человека как предмет, как вещь. И это тоже является тревожным звоночком. Таким достаточно. Потому что возвращают обычно того, кем хотят владеть. Ну вот, в данном случае вы хотите владеть своим мужчиной. То есть это тоже, мне кажется, в некоторой степени трудность. Дальше. Значит. Вы пишите, что замыкают в себе. А я бы хотел понять как можно лучше, почему это происходит с вами. По какой причине вы замыкают? По какой причине вы замыкают? Вследствие чего вы замыкают? Происходит ли это с вами, образно говоря, на постоянной основе? То есть на постоянной ли основе вы в себе замыкаете? Или как-то по-другому это происходит? Условно говоря... Условно говоря... Вы занимаетесь. Условно говоря вы... Дозняетесь свои чувства, занимаетесь свои эмоции. И, условно говоря, это проблема, которую нужно решать. Проблема, вот, проблему замыкания в себе. Если у вас есть, конечно, есть, конечно, такая попытка. Если у вас есть такое желание, вот, если у вас есть такое желание, с этим разбираться, вот. Понимаю, да, о чем идет речь. Дальше, значит, вы пишите. Значит, от меня ушел около месяца мой любимый. А причиной, казалось бы, пустякова, я немного расстроился, не разговаривал с ним. А он, видимо, в состоянии тоже не подходил ко мне первым. Ну, во-первых, если бы вы немного расстроились, то, наверное, вы все-таки бы с ним разговаривали. Я все же думаю, что здесь имеет место быть. Некое искусственное занижение проблемы. Вы просите, что я вам, может быть, так вот не верю, да, но... Создается такое ощущение, что вы искусственно пытаетесь занижить проблему. Все-таки, видимо, это довольно серьезно. Кроме того, вы говорите о том, что хотели бы, чтобы мужчина к вам подошел. То есть, у вас такое... есть такое желание. Было такое желание, чтобы мужчина подошел к вам, не смотря на ваше состояние. Что за этим стоит? Сказать однозначно сложно. То ли то, что вы не можете справиться со своими переживаниями, то ли то, что вы имеете некие... некие... ожидания по отношению к своему молодому человеку. То есть, тут нужно смотреть, что именно происходит. Дальше. В течение месяца обменивались только парой фраз, и вот спустя месяц он снял квартиру, собрал вещи и съехал. У нас со мной бесполезно разговаривать, он мне уже не верит. Я замыкаюсь иногда в себе, его это выводят. Ну, тут нужно смотреть, с одной стороны почему вы замыкаете, с другой стороны... Мужчина знал, что с вами это происходит, и получается отказывается принимать вас. Обычно раз в год-полтора у нас бывают такие молчанки, и в последнее время всегда подходила я первый, и мы мирились. Ну, я бы сказал, что молчанки это следствие анального типа поведения. То есть, следствие подавления своих чувств, в следствие желания наказать, в следствие, подсознательного желания вызвать вину. т.е. обиды и молчания это подсознательное желание вызвать вину, то есть, перекладывание ответственности за свои чувства на другого чека человека. Так, после его ухода продолжаем общаться, ага, ну, это ваша ответственность, тут как бы, значит, продолжаем, выходите общаться, к Екатерине, выходите, он приезжает к моим родителям, берёт меня к своим, он мне сказал, интересно, почему мы видимся раз в неделю, пробовал поговорить с ним, то вернулся, он говорит, что ему лучше одному, ну, а что это значит, пробовало поговорить, чтобы вернулся, что это значит, вы готовы меняться, например, сами, вот вы, что значит, поговори, ээээ, по-говори, ээээ, прям по-говори, до этого собрались купить дом родительнице, эээ, насколько для вас это важно, семья, потребность семьи у вас присутствует, если да, то её надо бы разобрать. Пацаны не отказываются, но инициативу первые не проявляют и не целуют. Ну, здесь опять же есть какой-то элемент прикладывания ответственности с вас на него, чтобы он спас, но не отказывается. Так, а вы ждёте чего, что он будет отказываться, или что? Так, значит, когда второй раз написал ему письмо моего сожаления, написал с его стороны, мы отправили мне только друг друга. Просто всего любит ли он меня, ответил, даже не знаю. А почему вы спрашиваете у него, любит ли он вас? Какое для вас это имеет значение, любит он вас или нет? Ну, вот просто на скидку, если посмотреть. Если вот, ну, если именно на скидку просто вот ответить на этот вопрос, почему вас волнует, любит он вас или нет? То есть не вы его, да, любите, а он вас. Я очень хочу вернуть моего любимого вам. В общем, с чем связано ваше желание. Очевидно, что молодой человек с вами страдает. Это очевидно. Очевидно, что ему с вами хуже. Тоже очевидно. Тоже очевидно. Зачем вы хотите его вернуть? Проявление ли это любви Екатерины в вашей стороне? Да. Вот сейчас все. Вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Действительно. Возвращение следует... Продолжение следует...